Вот сейчас берёмся на Чакбарский карниз и у нас будет местечко Прощай Родина. Вот тут будет недопечатлен. Но при подъёме просто ракурс не тот. А вот когда мы будем спускаться, ракурс изменится, вот при спуске вид будет намного лучше. Мы так медленно проедем, чтобы всё увидели. Ну а теперь вот, кто боится, смотрите налево. Здесь как раз начинается то место, где экскурсоводы заикаются водить, где-то траха зажимали в их глазах. Ну а сейчас паденем, будет ещё балкончик. Если получится, встречная машина мешает, если получится, чуть назад посмотрите. Когда будем спускаться, вид будет лучше, как я сказал. Такой, чуть назад. И вот слева первая сосна над обрывом. Вот это место непосредственно называется Прощай Родина. Ну что, уважаемый, то, что вы всё видели, до этого красиво было, не обманул я вас? Нет. Нет, не обманул или нет, не красиво? Нет, не обманул. Короче, красиво обманул, да? Вот это место, почему называют Прощай Родину? Ну, как старики рассказывают, и молодёжь здесь за ними повторяет. Я уже с утра неоднократно упоминал, что в Абхазии пять дач Сталина. И одна из дач Сталина находится вот здесь, на озере Витца. Вот после того, как было принято решение о строительстве госдачи на берегу этого горного озера, то вот эту дорогу сперва прокладывали военнослужащие, солдаты, потом немцы, военнопленные. Дорога-то существовала, но с большим трудом это не всегда можно было подняться. И вот чтобы автомобильный кортеж мог свободно проехать, госдачи, позерлиться, ну или вне обороны главного кавказского хребта. Во время Великой Отечественной войны там снаряды, продовольствия подвезти пробивали здесь эту дорогу. И при прокладке дороги в том месте на грузовике сорвалось несколько солдат. И один солдат, падая, крикнул, не прощай, мама, не прощай, папа, а прощай, Родина. Но в те времена так, что и было, за Родину за Сталина, да? Вот с тех времен старики называют, это место так, следствие еще молодежи, это место так называют, поэтому это название и закрытилось. Но сейчас у нас остался еще один небольшой, но крутой серпантин. И вскоре поднимем к отметке тысячу метров на дровне моря, а потом спустимся к озеру Рица. Озеро Рица неправильной формы, очень сильно изогнуто. Длину имеет 2,5 километра, наименьшая ширина 270 метров, наибольшая ширина 865 метров. Глубина воды достигает 116 метров. Поверхностный слой воды по августе месяц, это самый жаркий здесь месяц, нагревается примерно до температуры плюс 15 градусов. Нижний слой воды имеет постоянную температуру, независимую от времени года, плюс 5 градусов. И как раз уникальный состав воды. Зимой это озеро почти никогда не замерзает. Правда, и изредка бывает суровую зиму, когда водная гладь покрывается слоем льда. Но, как я уже сказал, это происходит очень-очень редко. Сами это озеро замерзшим видел всего лишь три раза, хотя часто сюда зимой поднимаемся. В основном это знаю со слов знакомых ребят, которые служили охраной на даче Сталина. Вот они бывало рассказывали, что когда зимой сюда на смену поднимаются и застают это озеро, покрытое льдом, то поэтому льду пересекают озеро, чтобы сократить путь без услуги. Плавать здесь не рекомендуется. Летом даже специально за этим следят. Но и дело не в том, что вода прохладная, там конечности можно и судорогой свести нет. Дело в том, что в это озеро впадает несколько речек, также впадает несколько водопадов. Вытекает всего лишь одна речка, Юбшара. Я вам о ней рассказывал. И здесь немало подводных течений и сильных водоворотов. Так закрутить мало не покажется. Почти из года за сезон по несколько несчастных случаях происходит. Поэтому мы летом, когда сюда группами поднимаемся, я всегда свою группу предупреждаю. Плавать не рекомендуется, имейте в виду, я спасать не буду. Я могу единственно по берегу бегать, кричать, помогите и все. Или там ваяж кричать. А сейчас мы с вами будем уже на площадке перед озером Рица. Я минутку вашего времени займу, покажу примерно, где что находится. Покажу, где находится дача Сталина, Рицынская. Она специально так построена, чтобы ни с какой точки дороги не просматривалась. И выкрашена в зеленый цвет, чтобы все сливалось с окружающей растительностью. Но здесь не только дача Сталина. Сейчас я уже на месте расскажу. Вот впереди гребень, мы подъезжаем. Вот сейчас тысячу метров над уровнем моря. И мы с вами спускаемся по озеру Рица. Если вы сейчас налево посмотрите, и чуть назад отвесную скалу видите? Это гора Пшикишка. Ее высота 2222 метра. Вот именно Пшикишка несколько столетий назад обвалилась, преградила пудрыки и образовалось это озеро. Ну и по легенде, это младший брат Рицы, Пшикишка, который свой Бахтэскишень бросил в обидчика юбшару. Когда тучи не мешают, небо ясно. Я еще показываю старшего брата Агипсона. Четко проснается профиль лица человека, лежащего лицом кверху. Но сегодня тучки, к сожалению, не получится. Так, сейчас мы с вами остановимся, перейдем в проезжую часть и выйдем на смотровую. Продолжение следует...